всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроение с вами рэй мы продолжаем играть в tower conquest так зайдем к мы наверно на тренировку в первую очередь и запрос слушай я надеюсь что у нас грифа прокачался а ну-ка блин у нас прокачался сунь у куну ну тем не менее ребят ой что я делаю получать вторую звезду это очень приятно несмотря на то что я его заново ребят качаю раньше он у меня был пятизвездочный по моему или 4 звездочный а здесь да красавчик ты мой ну наконец-то наконец-то мы его развиваем ребят я я жду очень долго серьезно говорю очень долго и наконец-то он у меня прокачан на 5 звезд так грифона мы забираем значит в нашу команду так давай-ка он у нас был здесь в этой команде вместо бфг-шки он стоял так грифон ты где у меня опять же буду его 3 опять же буду его три часа выискивать а я живу из команды и стой не не убрал такс давай мы его отсюда берем а кого сюда поставить теперь взамен кого бы мне а мы же бота вот этого будем прокачивать дальше пускают стоит тренируется так ну а в эту команду мы забираем опять грифона хотя тебе скажу что очень дорого обходится мне вот эта команда очень дорого так подожди ну где грифон-то е-мое надо смотреть аккуратненько все вот он все ребят вернулся он в родные пенаты так скажем квесты уже какой-то квест а ну понятно выполнили плюс магазин в магазине у нас что бесплатно зомбобот радио зомби так и арена на арене мы получаем на 18 жриц и ну что это такое это все у нас есть друзья это меня как-то не особо интересует так короче сейчас немножечко отвечу на некоторые вопросики ребята кто-то попросил меня снять дальше реки морти помнишь да покет морти ребят я загрузил у меня помните раньше у меня хотя бы сейвы были работали сейчас вообще ничего не сейв не работает точно это надо начинать с самого начала и то что мне сказали играя не в историю а в онлайн-режим ребята в онлайн-режим играть без персонажей бесполезно то есть вначале ты проходишь основную сюжетку набираешь себе извне меня этих бойцов а уже потом идти надо на эту на онлайн-режим потому что если у тебя ничего нету и ты туда пойдешь смысла никакого нету ты не сможешь драться с противниками так что-то еще какой-то был вопрос я я забыл я отвлекся я забыл так ладно здесь мы прошли посмотрим что у нас на ежедневке у ребята тыквоголовый на розыгрыше он нам не нужен мы уже и так имеем его по полной программе ну что давай тогда двигаться дальше у нас тут ох ты какая командочка какая командочка так на досуге я прошел ребята frost панк игру такую да знать наверно стратежку на втором канале начиная выкладывать по ней видосики так что если кому-то интересно можете заходить и смотреть значит так что у нас тут пёс но в принципе в принципе можем блин у нас же еще у нас еще оказывается ползу но до сих пор ребята имеет 4 звезды но что это за дело это нет и вот еще ребята у кого черепашки ниндзя легенды запустились по откату у меня почему-то вообще ребята ничего не доступно я не знаю что произошло там с игрой время уже у меня на часах по крайней мере 5 час и там пишут типа это ну недоступно и типа обновиться через 30 минут 30 минут да хорош ниндзя уже тут выделываться до достала уже серьезно все без конца без конца и сейчас получит моя ниндзюца а у нее сработала отложенная смерть давайте я еще одну наверно ниндзя позову так и ну давай ты этот медленный ход терракотовый да чё что за же стилитовый е ползом успел все-таки прорваться на вражескую территорию сейчас если что фаербол ребята за ну пойдет так у нее тоже там она была прикинь заморожена погибла и опять рисанулась в замороженном виде удивительно ну что ребята здесь все хорошо у нас получилось мы двигаемся дальше у нас последний поединок и здесь бог ветра бог ветра ну что ж попробуем и его как говорится одолеть поэтому черепашки не теребит я не знаю сколько 6 часов что ли будут у меня серия сниматься странно очень странно что там происходит ну что наверно выпустим не давай так на разделе по бежит 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 псина так через отражение правильно ну ё-моё ну начинает вот это свое нытьё блин давай поехали как бы мне вот это сейчас моя оплошность по поводу то что я потратил этот луч лазарный как бы она мне сейчас боком не ушла ребят ну да тем более когда вот этот самурай тут начинает бутузить ой-ой-ой что происходит а он обязательно сейчас выйдет вот он ребята он уже вышел ну и соответственно тут ниндзя и сам понимаешь луч до свидания до пшикался до пшикался ну все ведьма уже подошла так сказать к замку это значит ребят сейчас будет разбор полетов плюс кислота от чумной мыши до шансов у них здесь выжить нету ну что же мы прошли эту локацию получается так охотник за сокровищами и двигаемся на территорию роботов насколько я помню это вторая территория так скажи подожди репульсор плюс джаггер я вот не помню репульсор если схлестнется например с моим фехтовальщиком кто победит такой вопрос на засыпку репульсор или фехтовальщик у него есть небольшое преимущество то что может отталкивать да с этим не поспоришь ну что наверно борису будем вызывать вот как же не разражает то что он отталкивание вот тут применяет на 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 отлично отлично посмотри как он раздухарился и соответственно начинать а ну-ка посмотрим да ребята моментально он уничтожает с одной плюхи буквально джиггернаут нашего фехтовальщика но меня интересовал другой вопрос против репульсора как он будет себя вести против джиггернаута понятно что тут слишком имбово слишком круто а вот как бы он именно с нашим боксером бы справлялся так ну что первая победа за нами и конечно мы двигаемся далее квест какой-то о завершили шикарно переходим на второй этап блин толкатель зачем нам зачем нам ребята сразу же толкатель подсовывает а вот скажи ко мне на милость вот зачем он мне тут нужен и он же он же наверняка сейчас именно с него начнет поэтому наших интересах начать с джиггернаута потом по возможности он тоже начал джиггернаута вот я вообще-то думал что он позовет этого толкателя но он что он сто процентов сейчас выйдет поэтому давай 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 баллиста если он сейчас начнет тут хлопать топать блин ну ни к чему хорошему это не приведет давай так сделаем замечательно ну что теперь вроде бы все нормально ребят эти в клетке ничего сделать не смогут джиггернаут сейчас немножко их задержит даже несмотря на то что он сломан и он все равно ребята имеют способность стоять удерживать команду вражескую правда атаковать в ответку не может но он стоит как груда металлолома тем самым мешая противнику продвигаться там две-три секунды но две-три секунды здесь тоже очень много ребята значит но есть минус толкатель все ребят сейчас мы уже разнесем замок я даже не буду вызывать здесь клетку как бы без нее обошлись окей ну что у нас третий этап здесь робот с ракетой ну противный робот поэтому если мы вызывать будем баллисту то по возможности чтобы она хотя бы отошла от замка иначе он будет метиться в нее и там ударная волна от ракеты очень много захватывает территории можно короче получить повреждение для замка а это нам как бы ну вообще не с руки и вот здесь и вот здесь вот блин ай-яй-яй-яй-яй-яй вот сейчас вот смотри сейчас если у насчет толкать блин вот этого я и боялся все сейчас давай хотя бы так клетку нет 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 ну и щас вытворяет паршвиц ну наконец-то грифончик мой ребята вышел прокачанный прокачанный и дорогущий сейчас полетит все это ну выжил а по-моему друзья есть я не ошибаюсь он не наносит урон грифону может мне конечно так показалось лишь он бьет куда он бьет именно в скопление моих бойцов сейчас жнец тут с ней потолкует по душам да жнец я сейчас там попшикаю пшикает он все таки выпустила так это мы забираем это нужно тут уже и когтисты я смотрю вовсю буянит но этот робот действительно с аркетом какой-то немножко выбешивает меня пшик 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 так здесь здесь прибавляется робот-толкатель и как его там называют бот-паук робот физрук как хочешь называй будет опять час толкать и вот особенно без его когда ребята он он дотягивается очень далеко у него радиус на например на как его мое у него радиус захвата примерно как наверное у нашей баллисты мне у меня по крайней мере так показалось могу конечно ошибаться но очень далеко конечно захватывает можно конечно сейчас идет сейчас начнет сейчас начнет до бриста не достает значит таки у него ближе но ведь ты видел как он туда-сюда туда-сюда вот его прямо вымораживает меня ну уже хотел уже хотел там толкануть здесь очень хорошо себя чувствует грифон потому что ему здесь ничего не грозит абсолютно видишь все-таки ребята у него до радиус как у баллисты он начинает там тянуть их но как видишь это ему не помогло опа давай еще одного грифонов вызовем так у нас тут женец уже раздухарился хоть кого-нибудь вызвал нет никого не вызвал так карточка на бота-паука все все ребят победили мы здесь и переходим на последний этап у нас правда энергия на этом отряде закончилась может быть вот этот взять отряд может быть блин ну тут видишь тут бут-паук наверно все таки вот этот наверно все таки этот возьмем вы же это же этап с боссом блин этап с боссом мы всегда проходим своей имбовой командой ё-моё блин а кто здесь у них а этот ядерный робот ну вот ну вот ребята да это конечно сейчас будет трешовенько паладин паладин уступает джиггернауту даже видно по хп ребята даже видно это все по хп так я тогда попробую сразу же ребята вызвать друидку так этого охламана сейчас надо подтянуть или как пускай этого и ядерного робота тянет куда ты его обратно ты жук притянул и обратно его к нам закинул так кто-то спрашивал рэй а что означает зеленая вот это вот зеленая ребята хиляет красная наносит урон желтые откидывает а вот синяя синий что же она делает так я не помню синяя так отталкивает наносит урон и хиляет ой ой блин а чё делает кто-то же мне говорил что 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 это руна делает не не могу ребята сейчас вспомнить не помню если кто помнит напишите мне пожалуйста об этом в комментариях что у нас делает синяя руна и и и и и и упал сдулся хламон правильно всех их туда что же делает синяя может быть синяя наоборот хиляет красный наносит урон желтый отталкивает тут я забыл все ребят я помню тоже задавал этот вопрос и мне расписывали подписчики что означает я сейчас просто ребят не вспомню так вот паук о мы уже прошли портал ребята слушаем уж нет ножница также нет ну вот и 208 ребят портал нас ждет здесь территория подданных дальше идет захватчики территории даем потом идут у нас нежить роботы и войны то есть долина подданных все разносолые то есть и нет ребята одинаковых это большой как бы плюсик ну что можно в принципе начать вот с этой команды она в принципе но самурай так самурай самурай здесь будет потихонечку контрить но нам нужен будет тиракоша потому что у него здесь есть второй боец это паладин вот если сравнить паладина и нашего таракотового бойца то таракотовый боец выигрывает по всем канонам у него во первых удар мощнее да он медленный но удар у него будет мощнее на в разы мощнее ребят ну и плюс то что он становится камнем это вторая его отличительная черта так скажем то есть особенно если бы враг например применял ульту тиракоша вполне мог бы ее всю поглотить на себя так ну что бэмс и все ну первый этап понятно это очень быстро здесь проходится идем на второй ничего абсолютно менять тогда не стоит раз тут выходит копейчица блин я хочу сумку себе засунуть обратно в этот вкл в отряд суню кун я имею ввиду блин он раньше у меня был он так прикольно там бомбит своим посохом причем наносит урон не кислый особенно вот этот когда он залазит на посох то есть вот это вот супер ульта его так хочу я чё я тут выждаю пашки пошли так лишь бы копейчица сейчас ребят не тупанула да идите отсюда стоят тут она просто так вот моих бойцов не как будешь полонзающий удар ну и соответственно нам на может наносить урон замку особенно когда здесь отталкивает отталкивает а потом наносит все лет пробивной получается удар нет после тавора попробую еще раз зайти ребята в черепашки ниндзя и будем надеяться что уже все все и откат и все прошло потому что но это не дело ребята пять часов раньше в два часа потом в три часа стола мне а теперь в пять часов ну куда это годится и в хкр куда мы не заходил во вторую ребята не играл потому что а например вчера весь день проходил игру фрост панк просто так залип конкретно но прошел такс ну что у нас тут давай сделаем так вот наверно так вызовем ниндзю блин опять этот палач идет опять этот паладин ну согласись что он мощнявый пускай не настолько сильный как джаггернау там лишь комик а страж которые ребята у захватчиков так это вообще какая-то имба непробиваемая если сзади него поставить офигенного хила то это страж будет просто бессмертный то есть ты его не пробьешь и сзади он еще будет получать например на офигенно хила это страшно конечно ну я разнесли ну терракотовые бойцы ну вы даете они еще так выглядят грозно помнишь когда поначалу такие невзрачные каменные статуэтки идут там еле-еле а сейчас они выглядят прям солидно прям действительно терракотовый воин а не то что там терракотовый крестьянин какой-то так это у нас приз предпоследний этап перед боссом она получается четвертая схватка ага ну давай начнем тогда вот так вот накопим наверно сейчас на фаербол и успеем ли мы только вот его сейчас реализовать прям сразу же ну-ка а тут лучница ребят прибавилась оп нормально получилось успели убить с собой паладина и как раз мой ползун добрался до лучницы ну-ну-ну-ну-ну-ну давай 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 ты посмотри а что это лучница делает ускоряемся паладина просто снесли с лица земли есть вот фаербол вот от нашего замка ребята очень мощная штука единственное жалко что он короче бьет ну как бы так сказать ну выпустил шар и все в отличие там от притягивания или еще что-нибудь так у нас вот здесь еще энергии ну тут я наверно возьму все таки я хотя бы больше уверен что пастыря я смог бы сам завалить вполне ну не стал личный раз рисковать поэтому выбрал именно вот этот вот топ отряд тут очень ребята нам помогает сфера наш как говорится замок который бомбит особенно если красный луч его вылетает то это вообще все это прям давать через отражение ну чё ты не делаешь отражение то ну вот ну куда ты ну куда ты прилетела но грифон ну посмотри чем тут вытворяет и видел сколько он наносит о вышел в плане эй ты видел луч просто весь ушел в паладина это хорошо у меня стоял здесь маг воин заклинатель и он уничтожил этого пастыря да и нам повезло здесь крупно так король копейчица и фехтовальщик то все у нас есть вот она территория захватчиков ну и начинается как всегда да я как всегда начинается с уфо с этого пришельца значит у нас два варианта либо выставлять камикадзу я просто сейчас полетит он сейчас захватит ребят давай так попробуем сделать ну да куда ты счет одному мне сюда выкидываешься жесть и вот так вот он постоянно поступает просто тырит моих бойцов вот сейчас опять стырит заморозочка ну пришелец бесявый конечно просто бесявый со своим вот этим вот похищением которое он делает ладно он еще когда просто поищает а когда он еще на свою сторону как говорится переманивает ну ты прикинь захватил например зомби камикадзе перетянул на свою сторону и выпустил а у меня здесь например куча из моих солдат цит и просто всех одних взрывом сносит нормально короче я предполагаю что это та самая команда где будет пришелец вместе как вызвать о воблер пришелец и вместе с ползуном по моему именно это на эту команду рассчитана хорошо сейчас получилось всех взорвали ну чё друидочку позови наверно да я позову друидку еще пока он ребята переманил мы успели его подбить соответственно вернули себе нашего щита бота но в принципе тебе скажу что тут по моему кранты ему да быстро очень быстро ну что следующий поединок слизень морпех слушай я что-то не помню в этой команде у него не было стража обычно у него команда стража и слизень морпеха здесь стража не было здесь уфо ну да и уфо значит получается она будет именно именно с пришельцем с ползуном тут еще и стима блин ну куда ты ну вот это было оптимальненько сделать а с помощью притягивания ребята его добить я и про прыщицы говорю про этого но сейчас сейчас нам надо вызывать уже друидку не успел да не успел лет похитить успели мы вернуть нашего робота ну давай друидушка помогай ставь там хилку а все таки ребята синий тотем делает хил синий поехали дальше предпоследний этап вот ребят ползун и уфо они будут работать в паре они будут здесь работать в паре ну понятно что здесь выходит щита бот наносит неплохо урона половину хп просто выносит ребят и вот сейчас пойдет пришельц да получилось не очень хорошо ну что если этот пришельц сейчас появится он должен появиться сейчас за робота стырит давай друидку звать как только друид кребет появляется ну все сразу же нам проще становится играть намного да куда ты стырил то ну ё-моё взял паладина меня уничтожил видишь красный тотем отталкивает нет красный тотем наносит урон желтый получается отталкивает да ну да а вот что зеленый делает мне даже самому интересно стало я вот не помню ну что то доделает так ребят у нас сейчас будет последний поединок здесь ой-ёй-ёй-ёй-ёй это лорд пустоты и сам это бесело немножко в другом ребята что как нам сейчас здесь быть у меня команда немножко не заточена под это все дело сейчас похитят его а он он пи он переманил он сейчас ребята стырит всю иди ты в пень так нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет так интересно успеем ли мы а вот ребята и лорд пустоты явился вот сейчас было конечно подлинненько сделано и да-да ребята лорда снесли именно красным лучом тот самый луч смерти который был был да уничтожили и чё-то видишь у нас прыгнут сегодня не в настроении ничего не делает без психов выходит но не помогло это им да мы прошли мы прошли этот этап забираем теперь награды что оно выпадет ну всё прокачано абсолютно и территория нежити собственно персона ребят так у нас есть где-нибудь энергия-то откатилась чё только вот здесь что ли вот здесь вот ну чё Ронина надо выпускать он же сейчас будет своих этих зомбариков насколько я могу понимать будет выкляк или всё-таки Снекро начнёт давай-давай-давай-давай ну успел вот это вот плохо если сейчас отражение не сработает они сейчас забомбят повезло опять нам прекрасно всё получилось как нельзя хорошо ребят я думал что сейчас Некро опять выпустит этих своих оболпусов колобков и они уничтожат и Ронина там до кучи и моего рыцаря-мага но слава богу обошлось так давай-ка здесь посмотрим давай-ка здесь посмотрим ну не надо так делать-то Чумнуха ты чё молодец-молодец красавчик на вот пошёл настёгивать Чумнуха не успела появиться её просто она только крякнула там что-то и её тюх снесло я так понял просто сработало отражение ауч всё что ли блин я только разыгрался да ребята энергия к сожалению закончилась а это значит что и мне пора закругляться так что всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков удачи вам